МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Хабар 24 программа «Тренды». Я, Айгуля Дилова, приветствую вас. Мы поднимаем самые актуальные проблемы современности, которые так или иначе затрагивают каждого из нас. Сегодня поговорим о том, с какой молниеносной скоростью нейронные технологии внедряются в нашу повседневную жизнь. Когда в последнем романе Дэна Брауна происхождение в качестве одного из заглавных героев появился искусственный интеллект по имени Уинстон, многие читатели с трудом представляли, о чем именно идет речь. Сегодня, спустя 6 лет, подобные технологии широко используются в самых различных сферах. Взять хотя бы нашумевший чат GPT, который облегчил жизнь студентам, но усложнил ее и их наставникам. Как здесь не вспомнить колкое высказывание о том, что лень – двигатель прогресса. И все изобретения делались лишь для того, чтобы избавить человечество от тяжелого и монотонного физического труда. Сегодня нейронные сети уже замахнулись на искусство и творчество, создают дизайн и логотипы, рисуют картины по словесному описанию, пишут музыку, статьи и повести, пока они лишь воссоздают мозговую деятельность человека, не выходя за эти рамки. А что будет дальше? Насколько реальны апокалиптические сценарии писателей-фантастов о восстании машин и закате эры человечества? Своим видением перспектив развития сферы искусственного интеллекта с нами сегодня поделится профессор компьютерных наук, основатель и глава Центра искусственного интеллекта Калифорнийского университета в Беркли Стюарт Джонатан Рассел. Стюарт Рассел, профессор Калифорнийского университета в Беркли, США, ведущий ученый в области искусственного интеллекта, разработал глобальную систему сейсмического мониторинга договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний для ООН. Автор книги «Искусственный интеллект. Современный подход». Издана в 135 странах. Лауреат премии Международной конференции по искусственному интеллекту. Доктор Рассел с нами на прямой связи из студии в Сингапуре. Я вас приветствую из Астаны. Профессор, если не секрет, ваша зарубежная поездка связана с каким-то интересным проектом? Ведь Сингапур у многих ассоциируется со всем самым передовым в сфере IT. Поделитесь, если можете. Мой визит в Сингапур связан с работой в Калифорнийском университете Беркли. Я приехал на встречу с нашими выпускниками, которые живут в Сингапуре и соседних странах. Также переговорил с сотрудниками различных министерств и ведомств, которые заняты в IT-сфере. В том числе со многими руководителями высокотехнологичных компаний. Как вы отметили, здесь очень развитая экономика и сектор технологий. Что ж, Стюарт, спасибо за исчерпывающий ответ. Я бы хотела остановиться более подробнее о том, о книге, которую вы написали. Ваш труд «Искусственный интеллект. Современный подход» является настольной книгой для студентов в более полутора тысяч университетах, как известно, в 135 странах мира. Теперь, пожалуйста, поделитесь, чем главный секрет успеха этого пособия на ваш собственный авторский взгляд. Работу над книгой я начал в 92-м году вместе с моим коллегой Питером Норвигом. Мы взялись за написание, поскольку нас не устраивали существовавшие на тот момент пособия. В них «Искусственный интеллект» описывался как набор несвязанных между собой методов, используемых для решения задач. Мы же хотели показать, что в действительности это является более цельной сферой, а все эти методы нужно рассматривать как единую систему, которая позволила бы принимать действенные решения. Я не знаю, в чем секрет успеха, но, конечно, мы должны помнить о профессорах, которые ими пользуются. В первую очередь, держа книгу в руках, они открывают ее последнюю страницу, чтобы посмотреть, какие труды цитируются, упоминается ли их фамилия. Да, мы приложили усилия, чтобы включить в нее работы всех ведущих исследователей в области искусственного интеллекта. И да, как вы упомянули, эта книга используется более чем в 135 странах, и я рад, что ее также перевели на казахский язык, и она популярна в Казахстане. Что ж, Стюарт, хочу проделать реверанс в вашу сторону. Конечно, есть масса информации у вас и о вашей деятельности в интернете. Вас называют выдающимся специалистом в сфере изучения искусственного интеллекта, и ваши труды называют новаторскими. Хочется теперь услышать из ваших уст более детальную информацию, как давно вы пришли в эту сферу, и ваша основная специализация в сфере искусственного интеллекта, она какая? Изучать искусственный интеллект я начал в старших классах, после того, как понял, что такое компьютеры. Я хотел делать их более интересными и умными. Первой программой, которую я написал, была игра в шахматы. В 1976 году, во время учебы в Королевском колледже Лондона, я продолжил работать в этом направлении. В то время у нас был огромный суперкомпьютер. Сегодня же он уступает даже мобильным телефонам. Но в тот момент я только начинал изучать эту сферу. И мне очень повезло, что выбрал именно эту область. За многие годы я попробовал силы во многих направлениях искусственного интеллекта. Я работал в построении алгоритмов логического вывода, планировании поведения, принятии решений, обучения, а также имплементации таких технологий, как голосовые сигналы, автоматический анализ видеоинформации, здравоохранение. В последнее десятилетие я много работал над проблемой ядерной безопасности. Разработал систему мониторинга для контроля и исполнения договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которую используют в представительстве ООН в Вене. На начальном этапе же нужно было просто понять, какие задачи стоят перед искусственным интеллектом, а уже потом говорить о практической пользе для человечества. В последние 10 лет я продвигаю новую концепцию о том, чем искусственный интеллект является на самом деле. Целью не должно быть создание интеллекта. Наоборот, должны создаваться системы, которые были бы полезны человеку. Если мы пойдем в неверном направлении, то и создавая лишь умные системы, но которые не приносят пользу человечеству, это в конечном итоге приведет к негативным последствиям, поскольку искусственный интеллект становится более мощным. Искусственный интеллект стал делом вашей жизни, уважаемые профессоры. А теперь давайте посмотрим небольшую справку о том, какую роль нейронные сети играют в жизни общества в целом. Папа Римский в модном белом пуховике. Или как Дональд Трамп убегает от полиции. Набравший популярность последние недели фотографии – результат работы нейросети. Но некоторые пользователи поверили в их реалистичность. Искусственный интеллект постепенно проникает в нашу жизнь. Создание видео, аудио и текстов стало дешевле и проще. А профессионалы активно применяют нейросети в проектах. В 2022-м объем рынка искусственного интеллекта по подсчетам портала Grand Vision Research превысил 136 миллиардов долларов. При этом до 2030-го он ежегодно будет расти примерно на треть. Новую волну искусственного интеллекта спровоцировали платформы, подобные чату GPT. Аудитория последней за пару месяцев достигла 100 миллионов человек. Чат GPT может вести беседу и генерировать практически любые тексты. Ее способности, по мнению ученых, в тысячи раз превышают человеческие. Программа уже обратила на себя внимание сотен ведущих специалистов в сфере IT, призвавших приостановить обучение таких систем. Без контроля это приведет к непредсказуемым последствиям – разрушению экономики, нарушению приватности и даже угрозе физической безопасности людей. В будущем роботы могут заменить многие профессии. По оценкам экономистов Goldman Sachs, до 300 миллионов рабочих мест может быть автоматизировано. Причем эффект искусственного интеллекта наиболее ощутим в развитых странах. По другим прогнозам, в следующие 20 лет в Европе и США может быть компьютеризировано примерно половина рабочих мест. Вместе с тем, интеллектуальная деятельность человека, требующая эмпатии, этических оценок, изобретательности, реагирование на непредсказуемые изменения или принятие решений на основе неявных идей, обретет большую ценность, поскольку нейросети еще этому не научились. Стюарт, вот сейчас вы говорили о сотрудничестве ООН, в том числе по вопросам ядерной безопасности. Хочу отметить еще один ваш труд, называется он «Совместимость. Как контролировать искусственный интеллект». Кстати, то, о чем мы и говорили. То есть здесь очень такой важный месседж, который вы, как автор, передаете, каким образом люди уже научились использовать искусственный интеллект в диапазоне от смертельного атомного оружия до манипуляции нашими предпочтениями. И там же опасаетесь о будущем, задаваясь вопросом, чему еще он может научить. Скажите, пожалуйста, есть ли ответ на вопрос, можно ли гарантировать то, что человек в итоге не окажется в подчинении у этой машины? Я думаю, именно то, что происходит в социальных сетях, является отличным примером того, что может пойти в неверном направлении. То, что вы там читаете или смотрите, определяется цепочкой логических алгоритмов, которые определяют, что именно и именно вам показать. Так называемые системы рекомендаций их создают, чтобы оптимизировать цели с определенным посылом. К примеру, сколько раз вы кликнете на определенные иконки или какое количество времени вы проведете на данной платформе. Все это замеряется с помощью определенных алгоритмов. И в этом процессе алгоритмы научились манипулировать людьми. Если быть точнее, меняют людей в более предсказуемые версии себя. В долгосрочной перспективе алгоритмы смогут генерировать больше прибыли, больше кликов, больше вовлечения. И я думаю, что мы видим отрицательные последствия этих манипуляций, потому что это приводит к поляризации нашего общества, подталкивая людей постепенно двигаться к двум разным крайностям. К примеру, в том же политическом спектре. И это приводит к разделению некоторых обществ в мире. Это пример того, когда что-то идет не так, когда вы разрабатываете систему искусственного интеллекта с определенной целью, которая впоследствии оказывается неверной. Мое исследование заключается в построении систем искусственного интеллекта, которые бы понимали, что настоящая цель их использования им должна быть неизвестна. Подлинная цель – это то, что принесет пользу людям, соблюдая наши интересы. Что нам принесет пользу, так это то, что машинам будет недоступна конечная цель. В итоге поведение машин будет таким, каким нам в действительности нужно. Машины будут считаться запросами человека, смогут отключаться, если что-то пошло в разрез с нашим интересом или может нанести вред. И это будет отличаться от классического искусственного интеллекта с конкретной задачей, который, возможно, может не захотеть отключиться. Я считаю, и наши математические расчеты показывают, что эта новая система искусственного интеллекта сможет гарантировать, что он останется под контролем человечества и будет приносить ему только пользу. Конфликт между человеком и машинами, пожалуй, неотвратим. И то, о чем вы как раз и отметили, что искусственный интеллект должен строиться на новых здоровых принципах. Я правильно понимаю, что машины должны решать наши задачи? Задачи человечества, а не свои собственные? Да, абсолютно верно. Если вам интересно, то в моей другой книге «Совместимость. Как контролировать искусственный интеллект» описаны не технические объяснения этих идей. Предстоит большой путь создания искусственного интеллекта по этим новым принципам, приведет к тому, что большинство действующих сегодня технологий будут вынуждены уйти. Я, мои студенты и коллеги по всему миру много работаем над этим, чтобы не оказалось слишком поздно. Итак, профессор, сейчас, особенно после появления ресурса чат-GPT, все, кому не лень, говорят об искусственном интеллекте, но о действительности мало кто точно знает, что именно стоит за этим понятием. Расскажите, пожалуйста, профессиональным языком и доступным языком, что это, если описать простыми словами. Супер ли это компьютер, сеть вычислительных устройств, база данных, массив процессоров, работающих по определенным алгоритмам, может, все вместе взятое. Вообще, как это выглядит и можно ли его увидеть или потрогать руками? Простыми словами, искусственный интеллект является объектом изучения, как физика или химия. Задача физики — понять и предсказать естественные процессы. Задача химии — понять взаимодействие молекулы. Задача искусственного интеллекта — делать устройства умными, различными способами. И здесь нет ничего особенного. Сегодня алгоритмы могут состоять из последовательности большого количества графических элементов, что, к примеру, используется в видеоиграх. Но тип вычислительных платформ сам по себе не важен. Все зависит от характера алгоритмов и программ, а их большое множество. Это не только лишь искусственный интеллект. К примеру, есть алгоритмы, которые могут распознавать изображение. Они называются алгоритмами визуализации. Существуют алгоритмы для распознавания речи, для игры в шахматы. Чат GPT тоже является типом определенной программы. И его очень просто описать. Главный принцип — предсказание следующего слова, исходя из длинного перечня ранее введенных слов. К примеру, если я вам скажу, что вы можете прийти завтра на ланч, и вам не нужно с собой брать, здесь следующее слово будет «ничего». Люди отлично определяют, какое слово может быть следующим в перечне слов. Этим же алгоритмом обучали и электронные системы. Главная особенность — это то, что они обрабатывают огромный объем текстовой информации. Триллионы и триллионы слов. Я думаю, что последняя система GPT-4 обучена 20-30 триллионам, что сопоставимо со всеми книгами, когда-либо написанными людьми. Иными словами, она прочитала, возможно, на несколько миллионов больше слов, чем любой человек за всю свою жизнь. И эта огромная база данных дает безграничные возможности создавать тексты и давать ответы на вопросы. В обычном разговоре, если человек задает вопрос, то ответ приходит от его собеседника. Но если вы спросите систему, подобную чату GPT, то она просто определит то, что будет ответом, и какие вопросы могут быть ответом на этот вопрос. У существующих систем действительно удивительные способности. К примеру, вы можете попросить систему описать теорему Пифагора в форме сонета Шекспира, который будет состоять не более чем из 300 слов. Предположим, в наборе данных для обучения нет примера такого запроса, но искусственный интеллект, возможно, сделает это. Ему нипочем написать выступление в стиле члена парламента или промышленника, да кого угодно. Кажется, здесь нет предела возможностей для креатива. Сейчас очень интересное время для искусственного интеллекта, поскольку мы даже не ожидали, что появятся такие возможности. Говоря простыми словами, мы начали с чистого листа. Существовали лишь различные компьютерные программы. Необходимо было их обучить по триллиону параметров, чтобы создавать миллиарды триллионов рандомных параметров для генерации оптимальных ответов, которые были бы в сотни раз качественнее. И эти уникальные возможности – производная сложного процесса. Никто не создавал методы именно в программировании, которые бы складывали стихи, решали задачи по математике или писали выступления. Все это появилось благодаря миллиардам триллионов рандомных параметров. Это очень впечатляет, но в то же время вызывает тревогу, потому что мы не знаем, как эти системы работают в целом. У нас нет на этот счет никаких идей. Есть ли у них мышление, или могут ли они преследовать собственные цели, чтобы обмануть пользователя. И в целом мы не знаем, где это все происходит. У нас нет методов для их обнаружения. Определенное количество ученых, включая меня, выразили срочную необходимость поставить на паузу развитие более мощных систем, поскольку их нельзя предугадать. Мы не можем гарантировать, как они смогут себя повести, к примеру, смогут ли они посоветовать кому-либо совершить суицид, как случилось в Бельгии несколько дней назад. Смогут ли они дать вам ответ, как создать, к примеру, химическое оружие. И снова люди показали, что такое поведение искусственного интеллекта вполне возможно. Думаю, в настоящее время правительства должны серьезно отнестись к этим требованиям. Нам нужны гарантии того, что они будут давать честные и правдивые ответы, что они не будут манипулировать людьми, что они не будут советовать людям совершить суицид, что они не будут советовать людям создавать оружие массового поражения. Речь идет о системах, которые не создавали специально, а они сгенерировались самостоятельно. Они не дают никаких гарантий. В данном случае мы предлагаем ввести мораторий, который должен действовать до тех пор, пока не будет понимания того, как именно эти системы работают. Как сдержать их действия, чтобы они были безопасными. Пока это не поймем, новые системы выпускать нельзя. Да, звучит потрясающе и угрожающе, я бы сказала. Для понимания наших зрителей, то, о чем говорит доктор Рассел, он в числе тех тысячи ведущих специалистов в сфере разработки искусственного интеллекта, в том числе там есть и Илон Маск, есть и Возняк, которые в конце марта в открытом письме призвали приостановить на полгода обучение нейронных систем, превосходящих по мощности ЧАД-ГПТ. Тем не менее, есть у меня вопрос, уважаемый профессор. Как думаете, почему искусственный интеллект стал особенно популярным среди пользователей именно в последнее время? С чем конкретно это может быть связано? Примерно с 2012 года технология глубокого обучения привела к созданию новых возможностей в искусственном интеллекте, которые раньше было сложно достигнуть. Это включает распознавание предметов, изображений, видео, точное определение речи даже в шумном помещении. К примеру, во всем мире сейчас широко используются достаточно хорошие движки для машинного перевода. Они доказали реальную пользу, и многие компании используют их, чтобы получить технологические преимущества. Что изменилось за последние 2-3 года, так это развитие генеративного искусственного интеллекта. Если, например, задача определить по внешнему виду, что это банан или школьный автобус, то здесь речь не идет о генеративном искусственном интеллекте. В данном случае предметы просто описываются, а генеративный искусственный интеллект способен сам производить картины. К примеру, я скажу, создай картину, на которой школьный автобус завис на мосту над замерзшей речкой. Если даже в мире не будет такой картины, искусственный интеллект сам ее создаст и довольно реалистично. Это мы и называем генеративный искусственный интеллект. Картины, видео и текст из простых запросов. Это новый класс искусственного интеллекта. Еще несколько лет назад такого не было. Это дало людям возможность попробовать, каково это иметь искусственный интеллект всегда под рукой. Просто запускаешь систему, когда необходимо, и получаешь ответы и руководство к действиям. Неважно, написать стих или речь, решить задачу по математике, создать макет больницы, если в вашем городе она нужна. Да все, что угодно. Такие большие языковые модели, как чат GPT, дают представление об интеллекте, поскольку они обучены триллионам слов текста, самого высококачественного в мире. Поэтому система, которая оперирует таким объемом данных для обучения, в итоге может выдать разумные ответы почти на каждый вопрос, даже если она не понимает чего-то до конца или не видит смысла решения этих задач. Но появление искусственного интеллекта восхищает людей и действительно вызывает вопрос, что будет, если эти системы действительно станут разумными. А теперь такой вопрос, который, наверное, волнует все человечество во многом. Какие профессии искусственный интеллект может похоронить в ближайшее время? И какие, наоборот, станут особо востребованными? Или даже появятся новые, с учетом расширения сфер применения искусственного интеллекта? Ведь я правильно понимаю, многие могут остаться без работы, Даже были исследования, и назывались цифры чуть ли не 300 миллионов человек, чьи профессии заменят машины. Ваш профессиональный прогноз, он какой? Я думаю, что это очень важный вопрос, который волнует многих людей. Конечно, если у вас есть система, которая может писать речи, то спрос на тех же спичрайтеров снижается. Но если копнуть глубже, под угрозой большое количество профессий. Когда вы являетесь лишь звеном в единой цепи. Все, что связано с письмом, корреспонденцией, документацией, все это завязано на языке. Вы разговариваете по телефону, вы пишете письма и отправляете их, обрабатываете документацию. И это как раз то, что делают эти большие языковые модели. Они используют в качестве входящего сигнала язык, и на выходе тоже какой-либо продукт, касающийся использования языка. В принципе, любая такая работа может быть в большей или меньшей степени заменена системой искусственного интеллекта. Для этого, конечно, необходим собственный интерфейс и способность читать или писать электронные письма, а затем устанавливать какие-то взаимосвязи с человеком. Когда руководитель компании спрашивает, какие профессии могут быть заменены в его организации искусственным интеллектом, это не такой легкий вопрос, потому что языковые модели не понимают, в чем истина. Их не обучают давать правильные ответы. Их обучают давать вероятную последовательность слов. Нет понятия того, что ответы, которые они производят, являются правдивыми или ложными утверждениями о мире. Во многих случаях вы можете задать самые простые вопросы. К примеру, какой труд самый цитируемый в сфере экономики? Даже если не будет точного ответа, вам выдадут наиболее вероятный, не добавив какие-либо детали, когда и где книга была издана. Но это может быть совсем неверным ответом. Поэтому нельзя доверять такой системе в вопросах первостепенной важности. К примеру, какие-то медицинские рекомендации или как управлять самолетом. Даже если вы менеджер по работе с клиентами в страховой компании, к примеру, вам звонит клиент и говорит, мне нужна страховка, что вы можете посоветовать, то представитель компании посоветует страховой полис. Здесь нельзя полностью доверяться искусственному интеллекту, поскольку он может придумать новый страховой полис. В результате у компании могут возникнуть большие проблемы. Также тяжело обеспечить неразглашение конфиденциальной информации, так как системы взаимодействуют с другими компаниями и сложно предотвратить, чтобы они не распространяли какую-то внутреннюю информацию. Конечно, пока рано говорить, что компьютеры заменят многие профессии, но я хочу отметить, что тысячи компаний работают над тем, чтобы избежать эти ограничения искусственного интеллекта, разрабатывают новые языковые модели, чтобы обеспечить безопасность в коммерческой деятельности. И в ближайшие несколько десятилетий мы увидим их большее влияние на определенные профессии. Трудно сказать, какие могут исчезнуть в первую очередь, но, разговаривая с журналистами, заметил, они обеспокоены своим будущим. За последние несколько лет доля статей, написанных машиной, значительно выросла. Возможно, это станет сферой, в которой мы начнем видеть проблемы. Но машина сможет заменить профессионала, только когда искусственный интеллект будет делать все как человек и даже больше, но с меньшими затратами. К примеру, большинство производителей автомобилей применяют роботизированную технику. Это неизбежно. В противном случае они не выдержат конкуренцию. Мы используем людей в качестве роботов на протяжении десяти тысяч лет. С начала сельскохозяйственной революции люди выполняют рутинную, монотонную работу каждый день. Поэтому неудивительно, что вскоре мы сможем использовать настоящих роботов. И в этом, конечно, имеет значение то, какова экономическая роль людей в этом новом мире. Действительно, вопрос очень сложный. На него нет простого ответа. Я разговаривал со многими экономистами и другими профессионалами о том, как будет выглядеть мир, в котором искусственный интеллект заменит многие профессии. И в будущем, возможно, появится профессия, которая будет называться промт-инженер. И они будут работать над тем, чтобы искусственный интеллект выдавал вам правильный ответ и писал правильную поэзию. И своего рода искусство. Это то же самое, как тренировать вашу собаку, чтобы она знала, как себя вести в определенных ситуациях. В больших языковых моделях мы не понимаем, как они функционируют. И как раз промт-инженер сможет в этом разобраться. Но это будет лишь малая часть людей, занятых в этой профессии. Возможно, возникнет необходимость обучать водителей грузовиков или какой-либо тяжелой техники, переучивать их на специалистов по базам данных. Поэтому мы можем предположить, что в будущем не все работы будут связаны со сферой IT, а может, это будет ближе к межличностным коммуникациям, общению или работе. Может появиться определенные профессии, которые будут помогать облегчать труд других людей. Это могут быть различные коучи, менторы, тренеры. Это те области, в которых человечество все еще имеет конкурентное преимущество перед машинами. И да, мы не хотим, чтобы в будущем машины полностью заменили людей, партнеров и компаньонов. Технологии, с одной стороны, облегчат нам жизнь, избавят от каких-то внутренних процессов. Но пока мы к этому не готовы. Наша система образования к этому не готова. Какие навыки должны иметь люди в будущем? Некоторые предрасположены лучше понимать собеседника, к лучшему взаимодействию, некоторые нет. Поэтому я считаю, что должно пройти еще несколько десятилетий. Ну, надеюсь, что мы, журналисты, не останемся без работы ни в ближайшем будущем, ни в далеком. Тем не менее, уважаемый доктор, в мире, когда за людей практически все делают умные устройства, скажите, пожалуйста, как вы думаете, что остается человеку, чтобы не деградировать? Просто наслаждаться жизнью? Ведь просто надоедает тоже. Понятно, спорт, активный отдых, путешествия. А вот что касается мозговой активностью, ведь, считайте, в уме дети разучились еще с появлением калькуляторов. Ну, к примеру, мой сын-подросток недавно заявляет, для чего и зачем делать уроки, если скоро за нас все может делать искусственный интеллект. Вот вы на такой, в принципе, логичный ответ подростков, которые сейчас уже с такими ориентирами входят во взрослую жизнь. Что можете ответить? Да, это тоже очень важный вопрос. Если мы пойдем по этому пути, то наше будущее можно увидеть в анимационном фильме «Валли» о том, как машины действительно начали управлять человеческой цивилизацией. А люди стали инфантильными, потеряли волю. Даже взрослые в этом фильме все еще ходят в детской одежде. Если подумать о нашей цивилизации, то для продолжения нашего существования нужно передавать знания следующему поколению. Если этого не делать, конец цивилизации не минуем. Так было всегда. Если все собрать воедино, то мы получим миллионы часов обучения. Если даже вернуться ко времени, когда человечество только вступило на путь прогресса, уже тогда люди начали использовать определенные инструменты. И сегодня мы видим вероятность, что эта цепочка передачи знаний может разрушиться. И это меня тревожит. Необходимо разрабатывать такие системы, которые принесут пользу человечеству. Если окажется, что нет пути, в котором люди и машины имеют здоровые взаимоотношения, учитывая, что машины более разумны, может даже и эту проблему сможет за нас решить искусственный интеллект, отключив себя. Возвращаясь к подросткам, которые не выполняют домашние задания, которым скучно, кого посещают суицидальные мысли, совершенно ясно, что искусственные системы им лишь только навредят. Они должны сама отключиться. Если это возможно, то было бы здорово, потому что это позволит ограничить возможности искусственного интеллекта в случае, если мы не сможем сосуществовать с машинами в здоровых взаимоотношениях. Ну что ж, уважаемый доктор, наверное, это очень здоровая мысль о том, что машины, так же, как и люди, должны быть ограничены жить по правилам, законам, социальным нормам. И некоторые специалисты, в том числе и вы, за то, чтобы свои решения, за свои решения машины несли безусловную ответственность. Желаю на этом нелегком поприще вам удачи. Будем надеяться, что для людей останется множество просторов для мыслей и творчества, ведь за каждым изобретением или технологией стоит человек и его гений. Огромное спасибо за увлекательную беседу, профессиональный, в то же время понятный для аудитории разбор научных процессов. Дальнейших вам открытий и профессиональных успехов. Всего вам доброго и удачи. Спасибо большое для меня, это тоже было большой честью. Напомню, что с нами на прямой связи из Сингапура был профессор компьютерных наук, основатель и глава Центра искусственного интеллекта Калифорнийского университета Беркли Стюарт Джонатан Рассел. Я благодарю за внимание и наших зрителей. Берите на вооружение новые технологии, чтобы не остаться на обочине прогресса. И помните, важно не быть в подчинении у машин. Оставайтесь на Хабар 24 и будьте всегда в тренде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин